Вы никогда не сможете переплюнуть меня в работе, потому что то, что делаю я, не может делать никто другой. Я научился впитывать силу буквально из воздуха. Каждую молекулу. Я могу находиться в закрытой комнате без каких-либо мотиваторов, без источника вдохновения и все равно найти источник внутренней силы. Если вы ненавидите свою жизнь с понедельника по пятницу, вы в большой беде. Хочешь жить счастливо, так построй свою жизнь, а не только бизнес. Всем привет, с вами Ван Кармайкл и я создал этот канал, чтобы помочь вам преодолеть проблему номер один, которая сдерживает ваш прогресс. И это недостаток веры в себя. Вы смотрите эти видео, потому что знаете, что внутри вас живет талант, который нужно реализовать. В каждом из вас живет гений. Давайте сегодня продвинемся еще дальше на пути к вашему успеху и узнаем, как раз и навсегда перестать лениться. Правило номер один, не ленись, от Эрика Томаса. Я не самый лучший в мире оратор-мотиватор, но я работаю много и упорно. И если вы смотрите мои выступления, даже если я вам не нравлюсь, вы не можете поспорить с тем, что я говорю, потому что я говорю правду. Чтобы чего-то добиться, надо трудиться много и упорно. Каждый день, без исключения. Вы должны посвятить всего себя своему делу, как спортсмен, который хочет добиться медали. Я очень много работаю, мало кто в этом может со мной сравниться. В моей жизни было много неприятных моментов, это правда. Два года я бомжевал на улицах Детройта, это правда. Вылетел из школы в старших классах, это правда. Ваш словарный запас больше моего, это правда. В мире полно людей, которые выглядят лучше меня, это правда. Люди рождаются в красивых домах, живут в детстве с обоими родителями. Ничего этого у меня не было. Но никто никогда не сможет отнять у меня трудолюбие. Вы никогда не сможете переплюнуть меня в работе, потому что то, что я делаю, не может делать никто другой. Ни в моей работе, ни в качалке, ни в чем, что я делаю. Никогда. Иначе я бы не стоял сегодня перед вами. Причина, по которой вы здесь оказались, в том, что вы работаете мало. Все проблемы вашей жизни из-за того, что вы где-то проигрываете. Недостаточно любите жену или мужа, или своих детей, или свою работу. Если вы не любите свою работу, у вас ничего не получится. Если вы не любите своих детей, они будут плохо учиться. Убегать из дома и рано или поздно окажутся в плохой компании. А все из-за чего? Из-за вашего невнимания к ним. И не надо критиковать правительство или общество. Вы сами во всем виноваты. Вы мало трудитесь. И неважно, в какой сфере, в работе или личной жизни. Ваш сын или ваша дочь свяжутся с плохой компанией, потому что вы не ждете их дома. Вы уделяете им слишком мало внимания. Вы что, хотите упустить своих детей? Работайте над отношениями с ними. Помните об этом. Меня никто не переплюнет в трудолюбие, и моя работа уж точно делает меня счастливым. Правило номер два – найди свою внутреннюю силу с Дэвидом Гоггинсом. Давным-давно я понял одну очень важную вещь. Часто бывает так, что сил нет, и черпать их просто неоткуда. Я научился впитывать силу буквально из воздуха, каждую молекулу. Я могу находиться в закрытой комнате без каких-либо мотиваторов, без источников вдохновения, и все равно найти источник внутренней силы. Если в вашей жизни все летит кувырком, вы безмерно устали и ослабли, вы смотрите по сторонам и не видите ничего хорошего, никакого просвета. А окружающие выглядят еще хуже вас, я научу вас, как с этим бороться. Я сейчас хочу сделать одно заявление. Да, пришло время сделать заявление. Так вот, отличие меня от вас в том, что ваша жизнь кончается там, где моя начинается. То есть я умею черпать силу даже в слабостях, в грустных лицах вокруг себя. Я хорошо помню, как еще в детстве, когда я рос, в неблагополучном районе, у меня были проблемы в семье. Я научился из минуса делать плюс. И использовать негатив как источник внутренней силы. Когда я тренируюсь, я могу падать от усталости и вознеможений, но продолжаю двигаться вперед. И в усталости черпаю силу. Когда люди смотрят на меня и поражаются, как ему это удается, это еще больше меня мотивирует, и я начинаю бежать еще быстрее. Я могу даже увеличить нагрузку и бежать очень долго. Энергия везде. Проблема в том, чтобы научиться слышать свой внутренний голос, который побуждает вас не сдаваться. Все другие голоса, боли, нетерпение, усталости, жалости к себе, начинают вопить так громко, что совершенно заглушают голос вашей внутренней силы. На этом этапе очень многие люди сдаются. Потому что слышат только вопли этих голосов. Нужно чуть-чуть подождать. Продолжать двигаться вперед и подождать. И прислушаться к внутреннему голосу, который поможет вам не сдаться, не опустить руки и идти к своей цели. Урок номер три «Стремись к счастью». Представляю вам Гарри Вайнерчука. Если вы ненавидите свою жизнь с понедельника по пятницу, вы в большой биде. Вы, черт побери, в большой биде. Я ненавижу пятницы. Меня просто поражают люди, которые в пятницу отмечают конец рабочей недели. У меня есть друзья, которые ненавидят свою работу. Празднуют пятницу и с ужасом ожидают понедельника. Для них это худший день недели. Ребята, если вы надираетесь в пятницу по поводу конца рабочей недели, вы должны пересмотреть всю свою дурацкую жизнь. Если вы живете только в вечер пятницы и выходные, и при этом ненавидите пять рабочих дней, меня это ужасно разочаровывает. Вы же просто тратите понапрасну свою жизнь. Люди, подумайте, если вам так плохо на вашей работе, что вы минуты считаете до ее окончания и пять дней в неделю, вы должны обязательно пересмотреть свою жизнь. Ведь на работе мы проводим большую часть своей жизни. Так как же вы можете себя так ненавидеть, если эта работа отравляет вам жизнь? Если вы действительно должны много работать, так у вас складывается жизнь. Вы должны получать от работы удовольствие. Сколько бы процентов своей жизни вы не тратили на работу? Восемьдесят, шестьдесят или сорок? Если вы ненавидите ее, это просто ужасно. Это удручает. Как люди не понимают, если они не спят, они что-то делают? Вот по чесноку вы живете для того, чтобы работать. Если работа не дарит вам радость, зачем вы вообще живете? В школе я обожал пятницы и всем сердцем ненавидел вечер воскресений. Десять лет своей жизни я ненавидел школу и постоянно молился, чтобы однажды утром она просто исчезла. Когда я думаю, сколько людей ненавидят свою работу и мечтают о вечере пятницы в течение всей недели, я прихожу в отчаяние. Меня это просто ужасно расстраивает. Я делаю свои видео не для того, чтобы похвастаться, какой прекрасной жизнью я живу или какая у меня прекрасная работа. Я хочу втолковать людям, что нельзя жить и ненавидеть свою работу. Они думают, что они чего-то там не могут. Нет, вы просто слишком много времени своей жизни тратите на ерунду. Вы играете в компьютерные игры, смотрите ночами сериалы. Вот чем вы занимаетесь. Сколько уже раз так было? Вы посмотрите мое мотивационное видео, вдохновитесь, поработаете немного в пятницу вечером, а потом в субботу первым делом с утра схватите смартфон, зайдете в Инстаграм и увидите, как ваши друзья отрываются в клубе. Девочки красивые, всякая мишура, деньги и красивая жизнь, и все. Вы теряете всю мотивацию. Мотивация – это хорошо, но без упорного труда каждый день вы ничего не добьетесь. Не ждите результата, поработав пять минут. Ребята, задумайтесь, если вы живете пятницами, значит в вашей жизни явно происходит что-то не то. Вы уже проиграли. Подумайте, что вы делаете не так. Нужно пойти на какие-то курсы и научиться чему-то, если сейчас вам не хватает навыка, знаний или умений в том деле, которое вы полюбите. Ничего страшного, найдите работу на неполный рабочий день. И в оставшееся время пойдите учиться. Вы потеряете в деньгах, но зато приобретете знания, а потом найдете работу своей мечты. Ребята, мы живем в эпоху интернета. Мы живем в век возможностей. Ищите информацию, работайте над собой. Не сидите, сложа руки, не губите свою жизнь. Возможности есть у каждого. Нужно просто приложить усилия, чтобы найти что-то свое. Задумайтесь, меняйте свою жизнь, в наше время это сделать не так уж сложно. И не надо меня убеждать, что вы убегаете в пятницу с работы, потому что так обожаете свой дом и семью. Многие люди пытаются меня в этом уверить. Гэри, не городи ерунду. Мы любим своих жен и детей, поэтому мы так ждем выходных. Нет, ребята, не надо мне тут лапшу вешать. Только те люди, которые ненавидят свою работу, сломя голову, убегают из офиса в пятницу вечером. Человек может работать по 15 часов каждый день, быть вдали от семьи и жертвовать временем, проведенным вне дома, только если он обожает свою работу, буквально живет ею. Найдите дело своей жизни. Не сдавайтесь. Проявите терпение. Пожалуйста, не тратьте время своей жизни еще несколько десятков лет на то, что вы ненавидите. Найдите то, что вы будете любить так сильно, что перестанете любить выходные. И урок номер четыре, последний перед моим особым бонусным видео, «Оставайся голодным». Представляю вам Инки Джонсона. Жизнь так устроена, что все хотят добиться успеха. Но никто не хочет много работать. Все хотят быть чемпионами. Но никто не хочет упорно трудиться каждый день. Все хотят побеждать, но мало кто готов для этого напрячься. Голод подталкивает человека работать и трудиться. И так каждый день. Я хочу задать вам вопрос. Насколько силен ваш голод, чтобы победить? Если вы действительно голодны до победы, этот голод будет вас постоянно подталкивать идти вперед. Голод до победы будет понукать вас идти вперед, добиваться своей цели день ото дня, забыв про усталость, про развлечения, про то, что может вас отвлекать от работы и, соответственно, от успеха. И дело тут не столько в навыках, умениях, образовании, то, о чем все привыкли думать, как о главных составляющих успеха. Нет, дело совсем не в этом. И никакие стартовые прекрасные условия вам не помогут, если вы не будете проявлять главное, а главное заключается в воле. Без воли ничего не добиться. Вот в чем все дело. Не в умениях, а в воле. И вы не сможете добиться успеха и всего того, о чем задумали, если вы не поймете, что главное – это воля, ваша воля, а не какие-то особые умения или навыки. Помните, что ключ к успеху – это ваша воля. Помните, если у вас есть только талант, без воли успеха вы ничего не добьетесь, этого слишком мало. Воля и упорный труд – только так дело сдвинется с мертвой точки. Если Бог дал вам талант, вы должны его развивать, а не сидеть сложа руки. А без воли тут никуда. Помните, что ваша воля во главе угла. И лишь потом идут таланты, навыки, умения и прочее. Но главное – воля. А сейчас пришло время особого бонусного видео. Надеюсь, вам понравится. В нем Томми Билье расскажет вам, что упорный труд важнее таланта. Но вначале я хочу задать вам три важнейших вопроса. Пришло время не только смотреть видео, но и активно действовать. Итак, поехали. Номер один – в чем заключается счастье именно для вас? Номер два – каким образом вы можете включить поиск внутренней силы в каждодневный график? И номер три – в каком деле вы никому не позволите себя переплюнуть. А если вы обещаете себе немедленно начать действовать после просмотра этого видео, ставьте в комментариях хэштег «Верю». Генри Роллинс однажды сказал, «У меня нет таланта, поэтому я просто каждый день встаю раньше других». Когда люди сравнивают себя с другими, они постоянно делают одну и ту же ошибку, считая, что успех связан с талантом. Поэтому те, у кого он есть, добиваются всего, а те, у кого его нет, так ничего и не получают от жизни. Якобы есть люди, рожденные под счастливой звездой. У них есть талант, который им даровал Бог. Это некая отметина избранных. У них есть то, чего нет у вас и никогда не будет у вас. Поэтому им легко, им легко добиться того, чего нет у вас. А вы никто. Самый обычный человек, и счастья в жизни вам не видать. Но на самом деле все совершенно не так. Успеха добиваются не те, у кого есть талант, и они ничего с ним не делают, не совершенствуют, не работают. Упорно, каждый день. А как раз те, которые, как Генри Роллинс, могут не иметь никаких талантов, но они так страстно хотят добиться успеха, что работают с утра до вечера, не покладая рук. Они делают все, что только возможно, чтобы найти дорогу в жизни. Ключ к успеху в упорном труде, если вы каждый день, невзирая на все трудности, продолжаете добиваться своего, вы победите. Без каждодневного упорного труда говорить об успехе бессмысленно. Работайте, развивайте свои навыки и умения, пока не достигнете высочайшего уровня мастерства, чтобы стать непревзойденным мастером и чтобы никто не мог с вами сравниться. Как сказал Уоррен Баффетт, напряжение – это цена совершенства. Если вы хотите стать великим мастером, вы должны культивировать это напряжение. И дело не в стартовых условиях, не в каком-то даре, которого у вас может не быть с рождения, а в том, сколько сил и энергии вы готовы вложить в свое дело. В то, что вы хотите в себе развивать и развить настолько, чтобы вы могли создать шедевр и им гордиться. Насколько напряженно вы хотите работать, насколько напряженно вы хотите жить, чтобы в итоге вы могли создать что-то действительно великое. И если вы хотите добиться совершенства в каком-то деле, вы должны заплатить за это цену. И цена эта в самоотречении и готовности неотступно пахать от зари до зари, выкладываясь на полную катушку, каждый день без исключений. И когда вы начнете работать по этому плану, вы увидите, как изменится ваша жизнь. Вы увидите, что вам улыбнулась удача. Вы увидите, что ваша жизнь начинает меняться к лучшему. Но пока вы не решите начать работать в таком режиме, надеяться на успех не приходится. Вы ничего не сможете создать такого, что не могли бы другие. Кто угодно сможет вас переплюнуть в том, чем вы занимаетесь. Вам не обидно, что ключ к успеху у вас в руках, но вы им не пользуетесь? Вы можете всего добиться. Стоит только буквально сделать один шаг навстречу верному решению и начать действовать. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу.